Всем привет! С вами Едяк. В сегодняшнем видео я хочу рассказать о пластике, который благодаря своим свойствам вторичной переработки можно использовать в различных своих поделках каких-нибудь. Как найти этот пластик? Сейчас я все расскажу. Самое проще это обычные пластиковые крышки, которые точно у всех есть. А затем, чтобы найти его больше, если вам нужно для больших поделок, это какие-нибудь емкости для химии, для масел, шампуни различные всякие. Как можно найти этот пластик? Сейчас покажу. Вот мы видим, маркировочка идет. ХДПЕ. High Density Polyethylene. Это полиэтилен высокой плотности. Эту маркировочку обычно можно найти снизу, либо на упаковке на задней стороне или на какой-нибудь этикетке. Вот мы видим цифру двоечку и надпись HDPE. High Density Polyethylene. Полиэтилен высокой плотности. Ну и теперь этот пластик мы можем переработать и сделать из него различные поделки. Поехали. Вот на моем бутылкорезе я хочу его модернизировать немного. И чтобы каждый раз не брать отвертку и откручивать этот болтик, я хочу сделать на нем барашку. И чтобы было, можно легко, быстро менять лезвие. Вот примерно такой барашек я хочу сделать, но только, конечно, размером поменьше. Здесь будет болтик М6. Давайте приступим. Я возьму вот такую дощечку, на которой буду плавить этот пластик. Затем в качестве кондуктора я использую подшипник. Ставлю его между двух саморезов и поджимаю третьим. Чтоб он никуда не сместился в сторону. Также можно делать различные формы кондукторов. Изгибать квадратные, круглые, прямоугольные, овальные. Какой вам нужен барашек, значит такой формой делаете кондуктор. Вот я делал овальный. Но мне сейчас сделаю два кругленьких. Возьмем крышечку, приготовим. И болтик, болтик на 6. И начинаем прогревать крышку. Опять воспользуемся феном, как всегда. Он нас очень выручает. Температура оплавления пластика примерно 180 градусов. Значит мы нагреваем до этой температуры. И он начинает быть эластичным. И затем мы его вправляем в эту формочку. И вставляем в болт. Можно греть в духовке электрической, выставив примерно около 200 градусов. Потому что феном сильно много не нагреешь. В качестве кондуктора я еще использовал горлышко от бутылки. Запихивал, разогрев, предварительно разогрев пластик, запихивал потом горлышко. И получалось, что мы видим, как он заполняется. То есть полностью без пустот. То есть тоже очень удобно. Глянцевая поверхность и очень прекрасно он потом выталкивается с горлышка. Значит давайте разогревать. Взял я ножичек и напильничек. Это у меня будет инструмент такой, чтобы заправлять туда. В общем начинаем разогрев. Формочку желательно тоже чуть-чуть прогревать, чтобы он сразу не застыл, когда мы вставим пластик в кондуктор. Формочку желательно. И чем-нибудь придавливаем туда, вовнутрь. Болт утоплен туда и теперь нужно разровнять края. Видим, что потекла смазка с подшипника. Но это не страшно, он нам уже не нужен. Все, выставляем болт, чтобы был ровно во всех плоскостях. И даем ему остыть. После прошествия минут 5 извлекаем. Вот получилось у нас вот такой барашек. Теперь мы его сейчас обработаем и полирнем. Полирнем. Берем дрель и вставляем его в дрель. Зажимаем. Берем наждачную бумагу и придерживая рукой включаем дрель. В общем, добивайтесь нужной формы, которая вам нужна. То ли закругленная, то ли более жесткая края. Кому какая нравится. И получает. Я так решил, может плохо видно, поэтому сейчас еще раз все сниму. Только крупным планом. И теперь задавливаем болтик. Выставляем его по центру и задавливаем. Можем увидеть, что он утонул почти на самое дно. Теперь просто расправляем, ровняем край. Все лишнее отрежется и подровняется. Все, ждем 5 минут и достаем. Ну вот, прошло 2 дня и наш пластик остыл. Я шучу, конечно, по поводу двух дней. Видим, что получилось разноцветное. Это из-за надписи на крышке. Сейчас я обработаю. Вот еще хотел показать, чтобы ровно отрезать вот эту часть. Я вставляю дрель и просто держу скальпель. И оно само ровненько, симметрично отрезается. И все, теперь осталось только снять. Вот ровненько получилось. Вот такие барашки получились. Сейчас покажу более детально, покрупнее. Если дольше полировать, можно добиться, что они вообще будут блестеть. Но это нам ни к чему. Вот я еще так же делал, заливал гайку вовнутрь. Вместо болта. Вот я делал более округлую. Здесь я смешал несколько цветов. Зеленую и желтую. Также делал овальной формы. В общем, если эта тематика вам понравилась, значит ставьте лайки. Будем продвигать эту тему. Что-нибудь масштабное расплавим, сделаем. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был Эдяк.